Всем привет! Добро пожаловать в Аленка Блог. Сегодняшнее видео будет посвящено одному единственному аромату. Вот я почему-то так захотела про этот аромат сделать отдельное видео. Потом, наверное, я его помешаю в какие-нибудь группы, будет оно еще, будет он еще всплывать в моих видео. Но хочу посвятить ему отдельное видео тоже. Этот аромат у меня был когда-то очень давно, и я, честно говоря, о нем мечтала. И хотела бы его повторить, но его сейчас очень сложно купить. Ну, я подумала, ну, нет так нет. И вот прям недавно моя подруга Виктория привезла мне его в подарок из Греции. Я просто была в шоке и несказанно рада. Вика, 150 тысяч миллионов тебе спасибо, благодарности и вообще. Это, ну, это кайф. Покажу аромат. Покажу, какой это аромат. Это Гуччи Энви. Вот такая красивая у него бутылка. И он идет вот в такой красивой пластиковой коробке. Вон это очень стильно, круто. Ну, слушайте, Том Форд тогда как раз делал Гуччи Раш, Гуччи Энви. И дизайн отличался именно своей лаконичной простотой. Может быть, кому-то покажется это странным. Такой вот минималистичный дизайн. Но вот мне казалось, он всегда такой остромодный, остростильный. До сих пор не перестаю восхищаться и этим флаконом, и Гуччи Раш тоже. Гуччи Раш просто. Флакон бомба. И об аромате. По-моему, он вышел в 96 или 97 году. Но он у меня появился где-то в 99, может, в 98. А до этого он был у моей подруги Иринке. И я вот прям помню его. Я помню, когда мы ходили куда-то, собирались. Я там за ней заходила. Мы там украсились, причесывались, там болтали. Какие-то у нас смешные разговоры были. И всегда мы душились вот этим вот ароматом. Если не душились, я все время его нюхала. У него был такой большой флакон, 100 миллилитров, такая, я помню, бодейка стояла. И я просто, я теряла каждый раз голову, когда я вдыхала этот аромат, когда наносила на себя. И вот я помню, мы шли там куда-то гулять с девочками. И вы знаете, вот этот аромат для меня машина времени. Ну, такая своеобразная, да. Вообще ароматы машины времени – это большая редкость. Если вы найдете такой аромат, берите его, ищите его. Потому что это здорово, когда путем аромата, путем запахов вы можете перенестись куда-то в свою юность, в свое детство. В какие-то свои приятные эмоциональные воспоминания. Или неприятные тоже. Ну, неприятные, наверное, не хотелось бы переносить. Но вот с этим ароматом у меня возникает только самое-самое приятное. Моя юность, период взросления, какие-то первые, там, я не знаю, увлечения. Все так несерьезно, но вот этот аромат заставляет об этом вспомнить еще раз. И это прикольно. Потом у меня он появился уже, как я сказала, где-то в 99-м году. Мне мама купила 50 миллилитров. Очень быстро я его израсходовала. Я любила всегда росить себя очень так нормально, обильно. Но, тем не менее, речь сейчас не об этом. Речь об аромате. Как раз тогда был период, когда я только начинала учиться в академии. Все было новым, все было интересно, все было... Зимфира была. Ребята, была Зимфира? Или она потом уже появилась? Не, она, наверное, потом. Ну, короче. Почему-то Зимфира тоже у меня вспоминается с этим ароматом. Вот это привет, ромашки. Аромат такой, знаете, открытый. Аромат солнечный, яркий. Для меня он такой золотисто-зеленого цвета. Вот такая была тогда у меня, может быть, энергетика. Такой у меня был порыв моей души. То есть я, ну, я всегда так была... Я не депрессивный человек, как бы, ну, в тот момент была. Сейчас бывает, конечно, разное. Всегда была на каком-то позитиве, легка на подъем. И вот этот аромат, он вот тогда меня вот прям олицетворял. Вот я его вдыхаю и вспоминаю вот меня ту, какой я была, жаждущей новых открытий, новых эмоций, новых впечатлений, пробующей жизнь на вкус, скажем так, такие взбитые фразы. Ну, ладно. Аромат. Сам аромат. Давайте я уже о нем расскажу. Я его нанесла перед видео вот сюда. Он уже так хорошо осел. Он зеленый, я уже сказала. Тут много зелени. Зелени такой свежей, немножко влажной, терпкой, пряной. Есть цветы. Цветы, я думаю, здесь, ну, может быть, ландыши, совершенно точно здесь есть ландыши. Особенно в начале, когда вот вы вдыхаете отсюда с крышки и только-только наносите на кожу. Очень красивые ландыши на старте. Но они не такие, знаете, хрустальные, такие нежные, как в Диор бывают ландыши, да? Здесь они больше маслянистые, такие более насыщенные. Густые, густые, густые ландыши. Лес густых ландышей. Ну, это кайф. Аромат просто чистого кайфа. Аромат вдохновения. Ну, для меня он реально вдохновение. По-моему, там еще была парф вода, парфюмированная вода, но я ее вообще не знаю. Я вот даже не видела ее никогда, по-моему, в продаже и не пробовала. Вот всегда вот у меня было вот это. Я не знаю, понравился бы он мне сейчас так сильно, как нравится, если бы я его не знала до этого. Но думаю, что да. Аромат, несмотря на свою, как бы, уже историческую принадлежность, все-таки 96-97 год, это давно, в нем есть какой-то стержень, в нем есть стиль. То же самое, что и во флаконе. Аромат такой вне времени. Кому-то, мне кажется, он может показаться немножко сдержанным, отстраненным. Я не спорю. Есть в нем такая холодинка, такая, знаете, стервозность на шпильках. Но все равно для меня этот аромат такой порыв такого бунтарства, порыв солнечного ветра, беготни, каких-то там авантюр. Прекрасный, прекрасный аромат. Туалетная вода, очень стойкая и очень шлейфовая. Говорю, почему она шлейфовая, потому что я помню один момент, мы поднимались, у нас в академии был буфет наверху, и мы поднимались с первого этажа вот туда наверх по лестнице, и через два где-то пролета я слышала, девчонки какие-то говорили, «Ой, как вкусно пахнет, ой, чьи же это такие духи, ой-ой-ой». Ну, я знаю, что это были мои духи, вот эти, поэтому, да, на два лестничных пролета шлейфа хватило. Ну, на тот момент, ну и сейчас, наверное, хватит, раз уж ничего тут не поменялось. Аромат вот прям абсолютно тот же. Я балдею, я в раю. Очень круто, я рада, что он у меня появился. Ещё раз спасибо моей подруге Вике. Пишите, пожалуйста, знакомы ли вы с этим ароматом, нравится ли он вам. С удовольствием пообщаюсь с вами. С вами была Аленка Блок. Всем пока. Чао-чао. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok